это канал таллинга приветствую вас давно мы не слышали с вами друзья мои но что наступила весна как проходил последний месяц я расскажу вам в этом влоге вы также увидите как рижане проводят свое свободное время моя поездка на дачу и конечно я расскажу вам о том где я сейчас начала работать хорошего просмотра 10 апреля сегодня это красиво солнце освещает практически все вот это небо а прячется она уже где-то за вот этим вот домом то есть уже вот отсюда зимой было здесь солнышко и солнышко ушло вот туда скоро я не буду видеть закаты старайтесь потом она выйдет где-то там а это красавица ползет смотрите палец чем же я занималась все это время практически целый месяц с момента как ушла с предыдущей работы в аэропорту но занималась исключительно домашними делами с собой своим здоровьем смотрела много сериалов и строила планы так И, конечно, я использовала возможность уделять время своим близким людям и побывать в тех местах, где давно хотелось побывать. Покажу небольшой лайфхак, который сама недавно увидела. Купила новый чайник. Обычный чайник, дешевый. Понятно, что очень много чайников. Сначала вообще имеют запах... Вода пропитывается запахом пластмасса, друзья мои. Так вот, я в интернете прочитала, что надо 3-4 лимона выдавить в чайник, прокипятить и оставить на 10-12 часов. Потом вылить, залить воду, опять прикопитить и потом будет все в порядке. У меня не было 3-4 лимона. Я взяла, налила до максимума воды и туда разрезала один большой лимон. Кожу сняла предварительно. Кожу положила частично тоже. Прокипятила. Действительно, у меня стояло 10 часов всю ночь. Утром я это дело вылила. Налила опять до максимума воды. Опять прикопитила. И, честно скажу, теперь вода не пахнет пластмассой. Вот такой вот лайфхак, друзья. Жуткая погода. Был 25 градусов. Вот, вчера уже был меньше. А сегодня уже 7 градусов только тепла. Но мой племянник решил подскочить на велосипеде. Я велосипед не хочу. Потому что что-то мой велосипед, я знаете, как бурлаки на Волге все чувствую. Я не знаю почему, но очень тяжело мне что-то с моим велосипедом. То есть я не наслаждаюсь, я как на каторге. Поэтому пусть он крутит педаль, а я, как тетя в возрасте, на скутере рядом поеду. Блин, витрина. Ладно. Ну, а потом вы все помните, я летала на остров Крит. А когда вернулась, меня практически встретил снегопад. Вот такая в Латвии капризная погода. Утром ты встаешь и смотришь, как снег продолжает идти. И только что распустившиеся зеленые листья покрыты полностью белым снегом. Даже когда я летела обратно в Латвию, мне так не хотелось слышать никакую другую речь, кроме греческой. Поэтому я с удовольствием пила утром греческий кофе, заедала греческим сыром и пила греческий самогон. Ну, а потом мы встретились с мамой и отметили мой приезд. Третий похорон в этом году. Третий похорон. Ну, дорогие мои, как началось с прошлого года, так и продолжается. Уходит старое поколение, но нужно жить. Мы с вами еще здесь дышим, ходим, радуемся жизни. Я горжусь собой. Я сделала велосипед. Помните, я вам говорила, что я как бурлаки на Волге, ненавижу велосипед. Мне казалось, что я такая слабая, что просто не могу крутить педали. Оказалось, у меня тормоза. Я не знаю почему, никто не трогал его. Сбились и тормоза все время тормозили колеса. Вот я сегодня дома разбиралась с этим и разобралась. И теперь как по маслу. Так что здорово. Ну что, сезон открыт. Кораблики вон начали по Даугаве курсировать. Как Рижане проводят выходные дни. Как Рижане проводят выходные дни. Как Рижане проводят выходные дни. Я с melee разобрался. Так же, мы их едем. Я с великой для того, чтобы не было. Я прохожу все время. Я плачусь über LeTYre. Ставь только свое мяско, шахлычок, сосисочку и готовь. Здорово конечно. Кто-то купается, вот это я понимаю Субтитры сделал DimaTorzok Это субботний теплый вечер Здесь же на Заячьем острове есть пейнтбол Слышатся выстрелы Молодежь развлекается И ты думаешь про себя, боже, какие мы счастливые, что это лишь игра Сейчас же бы еще какой-нибудь шашлычок принес с пивасиком Можно и без пивасика, просто шашлычок Субтитры сделал DimaTorzok Весна Удивительный подарок природы нам, людям Весна напоминает утро Когда ты готов к чему-то новому К каким-то новым планам, свершениям И природа тебя символично подталкивает Ты смотришь на нее И вспоминаешь, что буквально совсем недавно Все это было серое, невзрачное Но сейчас это обилие зелени, цвета, аромата, звуков Тебя поражает Ты видишь также то, что на реке лебеди по парам Что утки, селезин и девочка по парам И ты думаешь о том, что и человек обязательно должен встретить свою половину Я к тому, что весна пробуждает нас самые положительные качества Я всегда благодарна своим соседям, которые умудряются делать такие потрясающие клумбы Просто как подарок себе самому и другим Или люди, которые у нас оставляют очень часто книги, журналы или газеты На столике в подъезде Для того, чтобы просто поделиться с другими Это такая мелочь, но это не мелочь Из этих мелочей строится наша жизнь Добро, идущее от нас И это добро вам обязательно вернется А сегодня мы едем на дачу Я, мои пацаны и бабушка Да? Ждете? Ждуны, ждут бабушку Да? Бабушку ждешь? А Буську маме дашь? А Буську дай маме Ты ударь Буську Буську дай Не даст Субтитры сделал DimaTorzok Слышите? Как осы Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok